Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalty.md. Своими глазами. Что-то вы ногу покинули. Закрыли. Режим бал. Вперед. Доброе утро. Давайте начнем. Пользуясь случаем, начиная 4 августа. Я думаю, желательно всех. У нас 75-е летащина освобождения нашей величей страны от фашистских захватчиков. В 10 утра будет шествие в городе проходить. В 21.30, значит, на центральной площади я приглашаю всех гречан. Мы будем шествовать честовый память, героин погибшего за наш прекрасный город. Будем запускать в небо тысячу шаров, горящих. И будет праздничный салют в честь освобождения нашей страны, фашистских захватчиков. Салют такой, что еще бельцы не видели. Организовывать войну от Усады. Красочный, большой долг. Поэтому я приглашаю вас и всех гречан в ходу принять участие в честь праздновения 75-е годыщины освобождения нашей страны. И в 18.00 начинается тоже большой концерт. Большой отшел, подготовленная и организованная нашей партией и фондом Рената Усадова. Там будет группа ДОП и СДУФ, будет САРПИС. То есть обещают, что программа будет насыщена. Приглашаем. Это 24-го и 27-го числа. Поэтому передайте своим близким, родственникам, подчиненным, чтобы приходили на концерт. 27-го и приходили, естественно, 24-го на площадь. Все, давайте начнем. ДРСУ. Значит, давайте под объектом, даже по каждой пересе. У нас объемница в Хатинске. В Хатинске там практически одна сторона подъема установлена. Мы начали уже вторую часть, в принципе, на подъема собора сделать. Сейчас будем устанавливаться уже сегодня вторую часть подъема. Параллельно мы сделали, значит, практические площадки готовы для выпуска слайдов. Мы только устанавливаем бордюры. Единственная проблема, там с ТЭЦом мы согласовали, есть плита. Надо или менять, то есть сегодня, думаю, они приедут, мы определимся. Так как там есть провал. Этот провал, типа, когда тут побывали мест, то есть из них мы не можем. И если сделать неправильно, то мы убавиться. Так как мы с ним согласуем, я думаю, мы будем заканчивать. Значит, по лагерочному ремонту. Значит, мы сегодня делаем район Муквейло, что же нужно было туда, ну, честно говоря, на заправку Муквейло, там где-то. Значит, на свойственный день, так, приблизительный площадь, проводит у дорожного фонда, где-то 51 процент уже. Как бы вылучшится по данным, мы подходит. Свойный, да? Да, свойный, да. Мы подходит к дьему, я думаю, что мы нагоним то, что оставалось. Ну, а что касается улицы Садовян, значит, прочистки, тордюры, старые, те, которые были нереально там, мы их уже вывезли там, один мусор, мы их всех демонтировали, тротуар были, сейчас мы начали уже так же сам уже убирать, только то, что не нужно, я, одним словом, готовим к ремонту, полному ремонту. Значит, параллельный, я вчера лично был. В принципе, все экономические агенты готовы заключать эти договора. Единственное, что мы сейчас берем, чтобы мы будем, который нам поможет поплитки, мы сейчас цены, цены определяемся. Я думаю, что сегодня запад у нас был уже цены, будут договора уже с экономическими агентами. Поплитки экономические агенты. Да, только экономические агенты, как вы говорите. Значит, подорожные разметки, в принципе, мы на сегодняшний день готовы на 80% праздника, праздник будет все сделано на 100% по городу. Сегодня ночью проводилось в своем шестом школе, в лице Михаила Минески уже приморит. Это наше множество. В шестнадцатом школе тоже. Да, в шестнадцатом школе, да. И потом в семнадцатом школе там мы крикали, будем не ставить эти самые все-таки. Прошли деньги, я не знаю, что там, что там работало. Плитка, там были плитки, там были плитки, там сурклика с областом, мы были плиткой, так, тоже главное. Тоже главное, плитка школы перелет. Значит, по Белоруссово площадке, там, где мы тоже обещали первым сентября сделать, там работу приступили, но там есть одна проблема, там очень много кобелев. И прошла, когда формировали площадку, там порвали пекаре. И приходится работать вручную. То есть там в сумме три человека работают, копаются, мы постараемся, потому что в 3 сентября это все сделаем. Бордюр начали делать? Только, ну, что там есть земля выше бордюр. И сначала ее надо убрать в землю, а потом уже будем менять бордюры. Это первый луфтей? Ну, постараемся вообще, потому что, ну, что там. Мы думали, что все-таки там будем деньги переработать, но приходится вручную работу делать. Так же сегодня у нас сдача двух объектов. Это набережная, это мы надеемся, что у нас там комиссия, и параллельно там люди тоже работают, дорожатые, которые есть. Пой, расскажите мне, состояние мусорных площадок закрытого тиха, на какой стадии? Значит, мы пока на эту тему не сделали наш следующую ситуацию. Я поднял все документальную часть. Значит, те мусорки, которые сделаны, что они нормально сделаны, значит, будем идти по этой позиции. Но мы все-таки объявили, что у нас информация на бой людей, потому что если у них чуть-чуть не смотрим, хорошая ситуация. Если бы начать и не доделать, то это будет не так. Я думаю, я думаю, что мы уже где-то с 1 сентября приступили больные силы. Отметьте, пожалуйста, Строцкого, 48, обязательно. Мы вчера убрали там. Нет, то, что убрали, это отлично. Там надо делать в первую очередь эту площадку. Потому что там, мало того, что дети наши играют, и парковку там используют, там, вернее, стадион используют под парковку, так там еще эти мусорные баки, это все растаскивается, и все по этой, прямо этой площадке. Вот там надо ее делать обязательно, в первую очередь. Да, смотрите, такие объекты. С этим надо очень серьезно к этому подойти. Дальше. Ямочный ремонт. Нас интересует улица Первомайская, 1А, Сучава, 1А. Там, получается, сделали, а вы, если не сделали, оставили. Дальше. Улица Харждео, там так же самое, тоже записывайтесь. Первомайская, 1А, Сучава, 1А. Это когда уже вы закончите, чтобы туда вернуться. Дальше. Улица Харждео, там тоже ключевая ситуация. Выйдите, посмотрите на место. Улица Болгарская, 80. Я туда выезжал на место. Там, чтобы вы понимали, вот как сдали дом в эксплуатацию. Так больше туда никто не приходил. Ни представителей, ни ДРСУ, ни представителей Примарии. Никто там вообще нет. Опять, когда закончите ситуацию в городе, туда возвращаемся, идем на Денчевал, идем на улицу Болгарская и заходим на 8-й квартал, на Малиновской. Анатольев Аль, запишите. Если вот, как я вам говорю, так иногда вы помните. Дальше. Вы разбирались с тем, что я говорил, крематорику приобрести для животных? Да, сейчас мы написали документальный час, мы написали в книжном обсе инстанции, для того, чтобы мы получили документальный час. Просто если не получается, экология не разрешает, так как вы говорили, что не разрешает, может разрешать на территории нашего питомника, то есть вы это узнаете у них. Если нет, то может поставить его на территории полигона. Там было величинно. Они не против, я с ними разговариваю. Хорошо? Я думаю, что мы уже язык укладника, то будет более вопрос. Хорошо, ты говоришь. Хорошо, спасибо. Канал. На сегодняшнее утро обнаружено прорывы, незначительные бригады выехали, как улица Бобинского работа закончилась, мы делаем беспорядок. Мы делаем достаточно камень и защитные. Что там постоянно были прорывы, что там разрывали и ничего не восстановили? Вы не в курсе? Просто, чтобы вы понимали, там нет даже асфальт. Там вот были сделаны разрытия, просто засыпано землей. Я так понимаю, что люди, как люди, живец этого дома, говорят, что 40 лет. 40 лет назад, я думаю, не было таких прорывов. Потом, значит, во время крокодила приезжали, просто взорвали и уезжали. Только идет дождь, там люди идут по коленам. Я выключила. Уточните, у меня прям поменены там все эти? Не поменены там все эти? Нет. Я не помню, что там было. Нет, там не меняются. Хорошо, но тогда, если были прорывы, почему не восстановили? Ничего. Может, это водоканал? Ну как не было водоканал? Тогда же при крокодиле был водоканал, водоканал, и Глорин же не было? Ну, уточните вопрос, потому что если мы туда будем заходить ремонтом улицы, чтобы там понятно было поменена сеть. Хорошо. Спасибо. Все вопросы согласно плану. Идем работу в подготовке к осеннему семейному периоду. Вакуумы составляют социалистов с Кипровченков. Ремонт подъезда проводится. Кроки выполнены, где было 18 тысяч квадратных метров. Прорывов на... 18 тысяч квадратных метров было на прошлую неделю? Нет, было не еще. 15 было? Да. За неделю сделали 3? Да. Работы по ГРС, все сети домовые работают. Духи в работе. Покос производится. Я понял. Скажите мне, улица Йорка, 32. Значит, я туда выезжал на место. Да, скамейки совершенно рядом. Значит, 3-е место, посмотрите, там же совершенно достойные. Можут ли жильцы хотят у подъезда? Но надо согласовать с ними? А сегодня обычный инженерал? Нет, мы уже с ними согласовали. Жильцы хотят у подъезда и хотят в одном месте перед домом, перед, получается, если смотреть со стороны Йорка, то 3-й подъезд. Там есть такая у них пятачок, будем так говорить, где собираются женщины и взрослые люди сидят на этом пятачке. Там установить 3, к примеру, скамейки, и каждого подъезда подходить. Но мы об этом говорили неделю назад. Мы выезжали туда, с ним было очень много скамейок. Ну где много скамейок? Они все поломаны, о чем вы говорите? Они гнилые, поломаны, где железо торчат, какие скамейки там? Я же звонил вашему заместителю. Я сразу ей сказал про это. Возьмите под контроль тогда лично, если она не знает где. Дальше. Скажите, Островского 46, первый подъезд, ремонт лестничного марша в подъезд. Какой станет? Первый подъезд сделан. Выполнен, да? Да. Потому что по дороге дойдем. Ремонт по дороге дойдем. Лестничный марш делали? Хорошо, спасибо. Горь. Сегодняшний универ, что приходят на заявку, приезжают на заявку. Приезжают на заявку. Работают. Программ-привод. Это не только звонок. Все, спасибо. Работает. Биво. Работаем в результате планового решения. Проходится работа по полку травы, по полки рыбалев, средняков, подчистка санитарная, по белкам, парадюров. Мы готовим объекты к настоящему праздничному мероприятию. Прописан приказ, утвержденный график на дежурство в 20 дни для того, чтобы обеспечить чистовый порядок на территории города. Первый вопрос. Меня интересует улица Лестничка. Получили вы от экологии разрешение на снос или нет? Нет. До сих пор нет? В чем опять причина? Вы когда к ним обратились? Дело в том, что нам нужна маркировка. Кто делает маркировку? Экологическая инспекция. В чем проблема, почему нет маркировки? Выходили на место, они не хотели составлять. Что это за детский сад? Что значит не хотели? Вчера вроде бы нашли взаимопонимание, мы отправили письмо, оригиналы документов. После сегодняшнего совещания. Идите, пожалуйста, вниз. И не уходите от них без полученных документов. Но это ненормальное явление. Скажите, что нет уже режима Плохотнюка, хватит кого-то бояться. Но нет уже его. Он в Англии загорает где-то уже. Сколько можно? Что они творят? Ну это как бы эта гидрость уже, до абсурда доходит. Кто делал ли из вас избрагать душ, что вы не понимаете, о чем вы говорите, что вы можете сами сносить? Потом вы говорите, что нет, мы не можем, надо опять иметь маркировку. Часто мне сегодня говорите, что нет, что до сих пор ничего не получим. Ну неправильно. Я не заставляю вас сносить деревья без авторизации. Я вас прошу, пойти к руководителю и объясниться с ним нормально. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, я проезжал сегодня, смотрел площадку под Варкалом. Когда ее собирается заказчик? Сказано договором, напишем 24-го числа. Так, сегодня 21-го. За три дня они ее не закончат, там только выложили им бардюрчики. И больше ничего. Я общалась с представительными фирмами, мне объяснили, что задевают одну воду с помощью Мексика, и что это будет быстро. Нет, я понимаю, что это будет быстро. Понимаете, Ренат Устатый подарил площадку. Проплатил деньги. Они обещали до 24-го числа. Но я понимаю то, что я сегодня увидел, что 24-го числа она не будет стоять. Реальные сроки, узнаете, она стоит 420 тысяч. 460. 460, я скажу больше. Дальше, те биседки, что он подарил на бане? Все уже установлены, все уже люди отхаратают. Так, сколько установлены? 4. А Ренат проплатил за 5. 4 пятые. Сегодня устанавливают пятую, не на ближний. А как ее устанавливают? Она же пятки не заливает. Сегодня начинает заливать. А, сегодня начинает заливать, да? Ну, зайдите за выходных она будет стоять. Ну, слава богу, потому что она не хочет. От 24-го, как они обещали, они закончат. Хорошо, спасибо. Дальше, следующий вопрос. Значит, вы нашли, значит, площадку, знаете, на бане под размещение этого большого игрового комплекса. Я так понимаю, это площадка водо-школы. Да. Это хорошая площадка. Нет, я видел, я ездил туда, я ее смотрел. А саму площадку, то, что я сказал, вы нашли? Значит, как мы говорили, в коммунистерство. Значит, отправьте специалиста. Да. В Ильичевске, или как он сейчас называется, Черноморье. Да. Это находится в центральной части города. Это находится практически на набережной. Пускай, значит, свяжутся с местными коммунальными хозяйствами. Узнали, где эта площадка приобреталась, какая ее цена. Потому что сегодня есть инвесторы, которые хотят ее купить, а мы не знаем, сколько она стоит. Мы всем попробуем. Потому что если нет, значит, надо запланировать закладывать ее в бюджет, и чтобы мы ее могли приобрести в зимний период времени и снова установить там на баню. Но вы поняли, да, какая площадка? Да. Не меньше 500 квадратных метров. Не меньше. Да. И там же скейт-парк. Тоже кто это, что это, производитель, где его взять и сколько она стоит. Мы останавливаемся на той площадке, которую мы с вами смотрим. Мы останавливаемся не на той площадке, мы останавливаемся на большой площадке, которая находится в одном острове. И нет, я имею в виду место, по расположению здесь. Место на бане, там, где на бане смотрели, мы место под размещение игрового комплекса. Там. Потому что там как раз центральная часть. Что мы знаем, площадь не занялись. Центральная часть бана, там большое, повторение, детей в школе, и в которые люди приходят оттуда с двух сторон бана. Вот этот пятачок, там, наверное, когда-то что-то было. Плюс много там домов, и там она станет очень идеальной и красивой. Хорошо? Занимайтесь тогда этим вопросом. Спасибо. Гостиница. Терпляция по подготовке к земле будет поправлено. Гости есть? Да. Хорошо, спасибо. Проваление по меня на стороне. Терпляции работают в штатном режиме, принимается цель акции населения, то есть замечание и ремонт фонарного освещения передаются в гектаря организации для устранения. Сегодня в 11 часа состоится рабочая объемка эксплуатации в улице Мира, все участники вещества и в Киеве. Я хочу сказать, по проекту на самом деле документации, который я рассказывала, что это будет на платен дорогам, она разработана, и тогда она приведена. Сейчас это будет приведена. На фонтане приступили к работам по структурной стратегии, чаши фонара, и в плате, что они должны приступили, в плате электрокатери, она будет там, что не согласен, они далеко. Ирина Владимировна, в плате выключились, откуда они решили подключаться? От университета, надо разрешения. Все, я понял. Скажите мне, пожалуйста, значит, вчера выезжали специалисты на Гречко-6, там установили новую детскую площадку, и соседи жалуются, что эта площадка скрипит больше, чем скрипели старые. Слов специалистов, что ничего не скрипит. То есть, это проверенная информация, ничего не скрипит, это просто непонятная ситуация. У нас новая площадка, новая устроена, есть гранитная смесь, партюры, столик. Они сказали, что скрипит так, что лучше... Сейчас, сейчас. Это маленькая горка... Дословно, дословно я вам зачитаю, просто... Как Гречко тоже установили, но, честно сказать, еще более скрипучей, чем старые. Просто смерть ушам и голове, в буквальном смысле. То есть, это неправда? Нет, неправда. Нет, новая площадка, там еще есть. Дети в это время катались, были родители с детьми. И все. Я вам потом скажу фамилию, кто это написал, вы созвонитесь с этой девушкой и скажете. Хорошо, спасибо. Гречко с моим управлением. Гречко с моим управлением. То есть, вы за неделю успеетесь? Да. Вы поняли, да, что хотят люди? Они слабо видеть, для них это ярко и подозревает поджарь, чтобы они видели какое-то... Да, единственное, сделано, кто изнутри со стекла. Чтобы оно читалось для них. Следующий вопрос. Скажите, вчера в 17.30 маршрут номер 2. Про то, что номер машины я не знаю. Значит, женщина с коляской в троллейбусе. В движении ваш водитель ехал за учеником школы, авторюбительской школы. Ну, там написано, что ученики. Понятно, что ученик тут ученый. И ваш водитель, как профессионал, который перевозит людей, должен отвечать за жизнь пассажиров, которые находятся у него в машине. Правильно? Скажите, почему он не соблюдал дистанцию и затормозил машину так, что вылетел ребенок из коляски и водители с кондуктором даже не извинились перед этой мамой? Вы разберетесь? Разберитесь, пожалуйста. Это было 17.30 маршрут номер 2. А в каком районе? В каком районе, к сожалению, я не знаю. Ну, по ходу движения, наверное, из Бамо в центре. Где? На Морке. В Киевске. В Киевске. В Киевске. В Киевске. В Киевске. В Киевске. В интернете. Нет, у меня мама это написала просто. И говорит так и так, даже не сказали извини. Мне хорошо, что с ребенком ничего не случилось. Если педаль будет, что с ребенком случилось. Этот водитель вообще не думает головой своей. Я беру слуху. Нет, я понимаю аварийную ситуацию. Но если едет там ученик, написано на машине, держись от него подальше. Ученик же может перемутать педаль в тормозе и газу. Хорошо, спасибо. И можно я тут, например, лекция упражнена. 22-16, когда мы заканчиваем 17-18, закончится 22-22. Увеличим количество. Надо увеличить. Как обычно, люди в центре многое, надо их увеличить. Так, в основном. Продли. Продли. Хорошо. У вас все равно. Сегодня проявляется активный 9 объектов. Самая качественная ситуация на сегодняшний момент. Обладная нужная фигурация, 2-й, 12-й, 4-й. Седьмая школа или первая спортивная, ручной мяч. Там закончились ремонтные годы? Попробуем, да, вчера была на 9-й. Ремонт по 2-й на 9-й, на 9-й, на 9-й, на 9-й. То есть сейчас крыша не течет уже у детей, которые играют в ручку. Дорогие, походы и второе. Вчера у нас на первого шоу с окнами, потому что хотим получить от Мукса проектно-смертную документацию. Я не знаю, пока только приблизительно в суху. Я говорил вчера с директором школы, Эдуард Васильевичем, с лидером. Там предполагается увеличение окон. Они были заложены 10 лет назад. Сейчас увеличить оконный проем. Родители, детей и тренерский состав доволен ремонтом школы и крыши? Ремонтом крови, да. Мы ведутся еще как ответвительные работы, да, с в балках везде, то есть там работают. Но с в балках это второе вопрос. Да, ремонт крови, да? Да. Ремонт крови, 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 да. Существует нефигу. Да. Замел. Приятно, видите, строите залы спортивные, детские площадки, ремонт школ. Ну правильно, правильно. Вот, дети должны были заниматься, 20 лет, 30. Вчера директор спортивной школы Дену Бога принес инвентарю. Инвентарю. Ну теперь наши детишки будут радоваться, что есть современный зал бокса в Дену. Прекрасно. Молодцы. Хорошо, спасибо. Полиция, есть замечания? Замечания по поводу... Часто в последнее время, как и обычно, обращаются граждане по поводу тишины, нарушения тишины в ночное время. Особенно это касается вблизи магазинов, которые работают нон-стоп, или увеселительные заведения. Есть проблемы, это тоже наши граждане, которые, наверное, употребляют, чаще всего, алкогольные напитки и мешают гражданам. Работаем в этом направлении, однако есть необходимость, я обращаюсь к руководителям для того, чтобы не реализовывать спиртные напитки в ночное время, и, в том числе, несовершеннолетним, так как привлекаются к ответственности, штрафы там очень значительные. Также ведется работа по поводу предотвращения реализации контрафактных и спиртных напитков в городе. С 1 января по сегодняшний день в пределах 90 протоколов были составлены по этому нарушению. Людям назначены соответствующие штрафы, где-то в пределах 220 тысяч лей назначены штрафы, уплачены где-то 150. Работаем в данном направлении и просьба, если выявляют граждане такие нарушения, звоните 112 или на номер Viber, который есть в полиции, для того, чтобы можно было оперативнее выехать, задокументировать, привлечь к ответственности и приседать данные правонарушения. Хорошо, спасибо большое, что вы думаете. У меня будет вопрос, есть люди, как мы говорили на прошлом совещании, на 8-м карте, которые отказываются, чтобы устанавливали эту площадку, но шумно там, это за магазином «Уникул». Да, конечно. Да, ну где «Уникул» магазин, не вы сам будешь, там, значит, за, там, люди вышли, и они против того. Просто есть такие случаи, вот, применяя заявки, там, «Борисов-главна-13» или «Повы». Да, ты говоришь, что эта площадка «Борисов-главна-13» была, да? Да, да. Значит, переносите туда, но вы, когда у вас эти площадки устанавливали, эти адреса, мы же согласовывали эти адреса с жильцами, это же были заявки от жильцов. Это были заявки, потом вышли группа людей, и они не хотят, у них категорически против. Не, ну там против, я выезжал, мамы молодые с детьми за, а люди старше 55 против. Хорошо, скажите еще вопрос, на какой стадии находится строительство спортивных площадок уличных? Ну, что у нас? Первые четыре площадки, где сейчас строят площадки уличные, вот эти современные? Ну, документация получена, я поздравляю. Они уже и в строительство правило по выступлению. Я не могу точно сказать. Плохо. Чего же вы пришли, не подготовлены? Для начала, я так понял, что мы в шестом, да? Значит, что дальше на самом деле есть вопрос? Вопрос, вопрос надо решать. Площадки надо строить, дети в них не играют, дети хотят спортивной жизни. А у нас сегодня, получается, со временем Советского Союза ни одного спортивного объекта не открыли. Стыдно. Отличные совмещения верены в проектном месте. Ну, это и по какому адресу? Это не по шестому, по шестому главу? А по БАМу что ли? Не в курсе? А по коме это, пожалуйста, сейчас по-какому. Варвард не разберется. Хорошо, вопросы? Всем спасибо и в работе 24-го возложения и вечернее отпускание шалов в память. Здесь получили злое, а потом праздничный салют. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!